Здравствуйте, уважаемые телезрители! Здравствуйте, мы с вами в прямом эфире, и вы можете быть сегодня не просто свидетелями, но участниками этого эфира, этой программы. И той информацией, которую мы сегодня хотим обсудить, и мы два гостя в студии. У нас сегодня нет ведущего, но все-таки я начинаю, стартую эту программу, чтобы мы вместе могли обсудить то мероприятие, которое недавно прошло в Сакраменто. Поэтому всем здравствуйте, доброе утро, шалом вашим сердцам, вашим семьям. И если у вас есть желание вместе с нами обсудить то, что является важным для женщин Сакраменто, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Здравствуй, Наталья. У нас сегодня гость Наталья Шаповал, которая сама немножечко расскажет о том мероприятии, которое сейчас прошло. Как часто проходят здесь конференции подобного рода, то есть женские? Женские конференции Сакраменто проходят, я думаю, довольно часто на территории разных церквей. Но именно в нашей церкви подобного рода это первый раз. Это церковь Экклесия? Церковь Экклесия, да. Пастор Александр Рыхлюк. Первый раз у нас прошла конференция подобного рода. У нас были выездные женские служения, когда мы делали, в прошлом году делали, ну это было на выезде. Но на месте для всех, не только для нашей церкви, это первый раз. Мы очень рады, что она прошла. Ожидания, конечно, у нас были большие, но это превысило наши ожидания. Мы получили очень много для себя. Я лично для себя получила очень много. Также рада знакомства с вами. Спасибо. Да, я думаю, что, уважаемые телезрители, мы сегодня имеем эту добрую возможность не просто прикоснуться к тому, что называется женской темой, но даже заглянуть за кадр. Какие вопросы в основном волнуют женщин в той церкви, где непосредственно общаешься? А как я уже поняла, есть еще и круг общения за церковью. То какие вопросы, какие ожидания были и с чем они были связаны? Я думаю, что в кругу, в котором я общаюсь, также церковь, женщины очень сильно волнуют о их предназначении, о их призвании. Есть ли у них предназначение от Бога? Или это просто быть мамой и женой? Конечно, это непросто, это на самом деле. Не просто, это часть призвания. Да, да, это очень большая работа, которую Бог доверил нам, как женщинам. Но о нашем предназначении. Есть ли что-то больше у Бога для нас? Или это служение в церкви? Что мы можем делать больше для Бога? И как узнать, что Бог хочет от нас? Вот именно вот этот вопрос, я сталкиваюсь, много волнует женщин. Мы как-то разговаривали с своей командой по поводу, а в команде у меня и мужчины, и женщины. Поэтому в данном случае, я думаю, этот вопрос волнует не только женщин. Единственное, что мужчины, наверное, быстрее успокаивают себя, что они нашли призвание, когда они стали частью известного уже устройства церкви. Допустим, либо диакон, либо проповедующий, либо пастор, либо, может быть, ашер. Ну, то есть как-то вот в этих сферах и думая, что это есть призвание. На самом деле нет. Это может быть даже ловушкой. Потому что у человека есть гораздо большее призвание, чем быть частью поместной церкви. И поэтому, когда человек не задается этим вопросом, то он может дальше и не двинуться. И слава богу за женщин, которые им задались. Потому что им, может быть, сегодня место в церкви найти сложнее. Да, очень. Они говорят, или это детское служение, или петь. А если ты не умеешь ни то, или не умеешь с детьми программ, потому что я считаю, чтобы с детьми заниматься, также нужна благодать и откровение от Бога. Ты должен их любить, во первую очередь. А также, если я не умею петь, значит, для меня нет предназначения или призвания. Потому что я себя не вижу ни в одном и ни в другом. Я как-то разговаривал с одним человеком, который является преподавателем фулеровской семинарии, профессор. И он у нас, когда я сама училась, это около 30 лет назад, чуть меньше, 20 с лишним. И помню, у нас зашел разговор, потому что это тогда традиционная церковь, в которой я росла, и он-то, в общем-то, из этой же среды. И я ему задала вопрос, скажите, а как реализовываться женщинам? Потому что даже вот в этой группе, где я училась тогда, было не так много женщин. Но они были. Все равно это может быть там 20 или 30 процентов от всей группы. И он говорит, вы знаете, меня удивляет такой момент, что детей легко доверяют в воскресной школе. Но то, что вложат женщины в детей, то будет завтра в церкви. И в этом смысле, говорит, не особенно люди переживают, что женщине надо или можно доверить. А на самом деле это получается, что, в общем-то, строится будущее. А сегодня мы пришли еще к такому интересному заключению, что строится настоящее. Потому что дети могут стать партнерами уже в таком возрасте. И когда я была на одной конференции, которая называется «4.14», это такое возрастное окно такое. С 4 до 14 лет. И рассказывали разные люди из разных стран, разные пасты и епископы. Когда они открыли для себя эту тему детства, они были потрясены. Я помню одного из Бразилии, по-моему, или из Мексики. В общем, пастыр из Южной Америки. И он уже такой пожилой, достаточно достигший такого солидного возраста. И он говорит, я понял, что мое уже служение Богу заканчивается по возрастному моему состоянию, и мне уже надо передавать, и я это стал делать. И вдруг я понял, что всю свою жизнь я трудился на то, чтобы мне переделать людей. Потому что кто-то их сформировал в детстве неправильно. Дав им направление атеизма, дав им направление материализма. И я потом работал постоянно на их перекройку, чтобы сделать их другими. И тогда я сказал Господь, но это мне тогда надо детьми заниматься. И тут ему Господь говорит, да, надо детьми заниматься. И вы знаете, такую статистику, которую дали на этой конференции, что более 80% известных или неизвестных миссионеров, это люди, которые отдали себя Христу до 12 лет. И причем в 9 лет в основном даже. Вот почему-то вот этот возраст. И на самом деле именно 9-летний возраст это момент формирования мировоззрения. И то, что сейчас сформировано, то пойдет по жизни с ребенком или уже со взрослым человеком. Либо это надо будет переделывать, на что уйдет уже гораздо больше энергии, времени, сил. И поэтому, когда он понял этот момент или секрет такой, он сказал Господь, позволь мне еще послужить себе в виде детей. Я не знаю, как ты это сделаешь, но дай мне какие-то инструменты, чтобы я мог достичь большего количества детей. И у них родилась идея, которая называется «Кошелек Самарянина». Они сделали такой пакет из трех одинаковых совершенно таких подарков, в которые входил диск, какая-то книга для детей, такой путеводитель к Богу. И элементарная истина, которую можно было бы там в хорошем изложении преподнести, чтобы детям было интересно. И вот они с одним таким пакетом встречаются с ребенком, ему объясняют, рассказывают, а потом говорят «А вот эти два отдай своим друзьям». Интересно. И передай то, что ты услышал от нас. То есть они сразу его включают в процесс. Ребенок, который заинтересовался, если они смогли это сделать, то он сразу это делает. Причем они тут же готовят определенное место, куда можно привезти друзей. И говорят, если уже готова такая мама, которая не работает, у которой есть дети, и после школы она делает домашнюю группу, то сразу говорят, ты можешь прийти с твоими друзьями, с верстниками вот туда-то в такое-то время, если тебе будет интересно. И они за год таким образом прикоснулись к десяти миллионам детей. Это сильно. Это очень сильно. Потому что, смотря на другие религии, они очень мощно работают с детьми. Поэтому у них такая большая сила. Если взять фашизм или взять даже тот же самый ислам, они очень сильно делают ударение на детей. У нас христианство как-то, ну, идите в воскресную школу, там вас научат. И вот и получается, что женщины могут себя ощущать на каком-то остаточном принципе, что вынуждены они и дома с детьми, и в церкви с детьми. Хотя хорошо, если бы это делали и братья в том числе. Потому что, вообще-то, детям нужна вот эта сбалансированность мужской и женской природы. И если они дома только женщину, и в церкви только женщину в данном случае, а потом уже они ее не видят, то получается у них такой вот какой-то разрыв восприятия вообще и Бога, и чувств. Потому что там уже дальше уже женщина их не учит. Ну и так далее. То есть сбалансированность, она нужна во всем. И в служении детям, и в служении в церкви, и в служении дома. И поэтому тогда, когда женщина начнет понимать, что мое призвание гораздо больше, чем просто мне отвезти урок, а начать работать с этим ребенком или проводить его дальше с его друзьями, с его сверстниками, и там создать ту комфортную атмосферу, в которую он захочет привезти своих друзей. Да. И если бы там отцы оказались тренерами, допустим, на футбольной команде или в теннис, или там еще куда-то, и они могли бы вот так создать такую атмосферу, дети никуда бы не ушли. Это идеально. Это было бы идеально. Не знаю, сколько вы, знаете, что у которых есть и мужчины, которые ведут воскресную школу. Ну, у нас это есть. Здесь как бы мало, мало. С подростками занимаются там, или, по крайней мере, управляют какими-то отделами. Ну, я думаю, что это надо развивать. И опять же, не в ущерб женщинам, а это в гармонию, в баланс, в сотрудничество, как, в принципе, все должно в церкви быть сформировано. И поэтому сегодня, когда идет речь о некоторых, я бы сказала, о кардинальных идеях, они для последнего времени Богом приготовлены. Да, да, я так же верю. Еще один момент с конференцией, который сильно коснулся именно меня лично, это наши слова. Какую силу имеют наши слова? Я как бы понимала, что имеют силу, и как бы думала, что я их, ну, говорю хорошим. Сортирую, да? Да. Вроде, ну, хорошо все. Но после вчерашнего, вчерашней проповеди вашей, я ехала домой, и я просто не хотела разговаривать. А я много говорю с мужем, и мы едем, я просто молчу. Думаю, вдруг я сейчас что-то скажу не так. На самом деле, вот так как вы, мне бы хотелось, чтобы вы поделились то, что вы говорили немножко вчера, потому что мы, как мамы, как мы уже сказали, что мы много проводим время с детьми, больше, чем папы, или больше, чем мужчины, какие слова, как наши слова влияют на наших детей, какую силу они имеют, даже не задумываясь о том, что мы говорим. Так как вы сказали, не лезь туда, потому что ты упадешь. Кажется, ты говоришь это с хорошим намерением. Предупреждая. Конечно. И когда он упал, я говорю, я же тебе сказала, не лезь туда, потому что ты упадешь. Думая, что на самом деле вот ребенок чему-то научился, потому что вот случилось то, что я ему говорю. А на самом деле это страшно? Да. Я когда с этим вопросом сама столкнулась, я вчера делилась уже этим своим свидетельством. Дело в том, что слово для меня, оно является очень важным на сегодняшний день, даже больше, чем когда-либо, потому что это строительный материал. И буквально недавно мне пришлось видеть одно выступление человека-физика, который исследовал, что такое звук по отношению любого материала. А мы тоже из материальной природы состоим. И как звук влияет, а тем более, когда там уже есть содержимое, содержание слова. И все во Вселенной, оно состоит из звуковой волны. Потому что раньше говорили это атом, потом обнаружили, что это кварк, это еще более мелкая частица, чем атом. А уже в кварке он состоит из звуковой волны. То есть докопались до самой маленькой частицы строительного материала вообще в материальном мире. А когда мы читаем книгу Бытие, и сказал Бог, вот она, звуковая волна, она пошла, и стал свет, и свет стал движением. И вот эта звуковая волна в виде света двигается. И внутри нас есть определенная постоянно вибрация, которая связана со словом. и когда эта вибрация совпадает то, что является Божьим планом, в нас записанное, а родители являются курьерами, то есть проводниками того, что Бог имеет в виду сделать, потому что Он себя заключил в сотрудничество с родителями. И получается, дал власть, а мы вчера как раз говорили, раз власть и ответственность, и слово, которое связано, должно быть, с сердцем, с учетом того, что я люблю своих детей. Значит, я буду говорить то, что будет их созидать. Но на нас культура повлияла так, что она нас сформировала совершенно в другую сторону. Понятно, что кто стоит за этой культурой как марионетка, человек становится внутри нее, потому что кто-то формирует эту культуру. Язычество, конечно, оно сформировано демоническим миром. Все, что связано с негативным отношением или с небрежным отношением, словам. Это тоже связано с этим же миром. И тогда, когда человек начинает понимать, потому что написано «от недостатка ведения гибнет народ». Это правда. Поэтому я думаю, что когда ангел пришел к Захарии, он сказал, ты будешь молчать. Ты будешь молчать, пока у тебя не родится сын. Потому что я думаю, чтобы он своими словами мог бы натворить очень много. как отец. Да, так что, но это очень сильно. Это на самом деле. Но вот как даже предупреждать детей и тем не менее не говорить или не разрушать или не наводить какие-то плохие вещи на них. Сейчас сначала о Захарии скажу. Захарию интересный, мне кажется, там момент, когда ангел ему сказал, архангел, жена Элисавета родит тебе сына. Не родит себе, а родит тебе. Поэтому родители, которые могут оставить семью, к сожалению, в обществе сегодня это имеется и часто имеется и даже стало иметь место в церкви, то вообще-то Бог в этом плане участвует настолько, что он говорит, отец получает сына или дочь от жены и ответственность ложится на отца, какие будут потом дети. И если перекладывается эта ответственность на мать, то это уже несправедливо. Во-первых, потому что он является главой, эта ответственность ему принадлежит. Во-вторых, сотрудничество выстраивать с женой это тоже его ответственность. Потому что Бог дает жену. То есть это то, что является благом от Бога для мужчины, чтобы он потом мог выстроить защиту для жены, создать атмосферу, в которой формируются дети и взять ответственность на себя. За последнее время, сколько я слышала и разговаривала с женщинами, которые приходили, просили помощи молитвенной, то практически многие из них говорили о том, что муж обвиняет в том или в другом. На самом деле, это вот как раз вопрос, если говорить чисто по Писанию, он родит сына тебе. Так что принимай и бери ответственность. Что касается молчания, то в Ветхозавете еще тоже интересный был момент, когда они обходили сцену Иерихонскую. И Бог запретил им говорить в течение семи дней. Я думаю, что для евреев это было самое непростое задание. Не только для евреев, наверное, было бы. И можно себе представить, о чем они могли бы говорить. Что же мы ходим вокруг этой стены? Да что это даст? Потому что всегда хочется какой-то логической картины. Если я хожу один день, ничего не изменил, второй... А ведь враг-то там может готовиться. Он, может быть, сейчас со стены начнет меня ударять, а я тут вообще безоружную. У меня даже нет стрел, у меня даже нет меча. Мы ходим просто тут вокруг стены. То есть мы совершенно такая легкая жертва для врага. И поэтому, когда люди начинают оказываться в каких-то ситуациях и не понимают, что делает Бог, то могут говорить всякие неправильные вещи, тем самым себя уже отдавая в поражение. А как насчет, если вы говорите, что мужчина берет ответственность, как насчет того, что жена устрояет дом? Что именно, в чем именно она устрояет свой дом? У нее есть своя ответственность, конечно. Да, я просто бы хотела... Ну, давайте мы так вот посмотрим. Когда есть книга «Раскраска», да, то там есть уже формы. Но красками надо наполнить. То вот, то, что является формой, это делает мужчина. Содержанием, красотой, мудростью наполняет жена. Ну, потому что некоторые, ну, бывают люди, которые приходят за помощью, они говорят, мужчин говорят, что вот она не устрояет дом. У нас плохая атмосфера в доме, потому что она ее не делает или она ее не создает. Как женщина, например, вы считаете, может создать атмосферу в доме, если муж неполноценно служит Богу, как бы служит Богу, да, ходит в церковь иногда, но не живет по Писанию. Много очень таких семей есть здесь, сакрамента, я лично сталкиваюсь. Как ее роль, как женщины или как Божьей дочери повлиять на мужа, повлиять на атмосферу в доме? То есть, с одной стороны, вопрос, как мужу, да, если жена не устрояет, и как же нет. Да, можно, да. Можно так. Я думаю, что тот, кто оказался сейчас в ситуации желания изменить, с того и надо начинать. Может быть, даже он будет в большинстве своих процентов правее. Тот человек, который пришел для решения проблемы. Но все равно надо начинать с того, кто пришел. И именно потому, что у кого открыты глаза, тот и готов что-то делать. Если человек будет ждать, пока изменится другой и тогда я что-то предприму, то это будет долго. Раз тот, с кем хочет работать Господь сейчас уже заинтересован в этом, то давайте начнем с вас. И поэтому, не потому, что ты виноват, а потому, что ты можешь какие-то шаги уже сделать к изменению. И первое, это, конечно, вопрос прощения. Как правило, он будет лежать на поверхности, потому что, значит, уже накопилось что-то и довольно много, чтобы этот конфликт или там эта ситуация побудила человека прийти за советом. Поэтому вопрос осознанного прощения и принятия ответственности за то, что я могу это сделать. Могу сейчас простить мужа или простить жену за конкретные вещи, называя вещи своими именами, о чем мы тоже говорили на конференции, потому что, если написано, что кому простите грехи, тому простятся, значит, необходимо называть конкретный грех против себя. После чего, когда это прощение осознанно названо, когда говоришь, что я тебя прощаю и я отпускаю тебя из моего сердца, и ты мне ничего не должен, хотя, в общем-то, ожидание-то есть. Конечно. Но ничего не должен по тому долгу, который я тебе сейчас простил. То есть я больше не буду тебя упрекать этим. Я больше не буду напоминать о том, что ты сделал то или иное. И таким образом человек для себя закрывает какие-то двери, прошедших горечи и обиды, которые раньше влияли на эмоции и не давали взаимоотношениям выстраиваться. После чего уже важно благословить того человека, о ком идет речь. Причем я сейчас говорю, по сути, это, в общем-то, одинаковую картинку, хоть для мужа, хоть для жены. Потому что здесь духовный расклад духовных инструментов. И тогда, когда произойдет уже состояние внутреннего решения принятого, объявления, какой грех прощается, что человек отпускается из темницы сердца. И следующий шаг — это благословение, которое высвобождаешь, как раз ту часть, которая тебе недоставала. Если муж, допустим, не оказывает должного внимания, благословить его вниманием. Если жена не оказывает благорасположение мужу, благословить ее благорасположением. Если она не устрояет дом, Господь, дай ей ту мудрость, которую вот сейчас ей недоставало. Потому как у мужа есть эта власть. И власть-то в чем? Благословлять, а не унижать. Если человек начинает унижать, то для меня это однозначно говорит сиротское сердце. Вот у меня была такая история, буквально перед отъездом приезжал ко мне один бизнесмен на такой вот как раз, ну не на семинар, но, по крайней мере, на душу попечения. Я его до этого не знала. У него стала разваливаться семья, и, в общем, возникли такие сложные ситуации. Жена, правда, неверующая. Вот это вот та ситуация, когда так сложилось. И он не хочет расставаться с семьей, ну вот оно так складывается. И когда он стал объяснять мне ситуацию, одну, другую, и вроде бы там по работе у него все нормально, по здоровью у него все нормально, он спортсмен, он ездит там на серфинге, там плавает в океанах и так далее. То есть у него все в порядке. Но тут вот у него не складывается. И когда он мне стал говорить, что он чувствует, что он переживает, я говорю, знаете, какие у вас были отношения с вашим отцом? Он говорит, а при чем тут это? Я говорю, ну сейчас ко мне говорит «Сиротское сердце». Вот то, что я слышу. Не ваши конфликты в семье, а ваш внутренний мир. И отсюда все остальное. И он тогда говорит, да, вы попали в десятку. У меня никогда не было отношений с отцом. Он всегда меня унижал. И все, что я делал, я всегда делал для того, чтобы доказать отцу, что я что-то могу. И несмотря на то, что у меня сейчас успешный бизнес, отец продолжает меня унижать и говорит, у тебя все равно ничего не получится. Ты разведешься с женой и так далее. И эта проекция отца на сына, она производит в нем вот это желание доказать другое, а он не может переступить то, что является властью отца. И оно постоянно его сопровождает. И вот это вот отношение сиротского сердца, откуда оно идет? От непрощения отца. И тогда, когда он уже пришел ко Христу, и, кстати сказать, он уже был со Христом, потом отошел на какое-то время. И вот сейчас то, что у нас речи было, это желание вернуться. Он стал вспоминать, что с ним было раньше, как Бог уже управлял им, как Он давал им увидеть удивительные процессы внутри его служения и в бизнесе. И тут сейчас, когда говорят, вроде бы все нормально, но меня ничего не устраивает, ничего не удовлетворяет. И вот опять возвращаемся к тому, что без прощения, без осознанного решения, что я не буду доказывать что-то отцу, а я приму сердце сына от того, кем у меня является мой небесный отец. И даже если искажена картина небесного отца через земного, то, прощая земного отца, ты восстанавливаешь картину небесного. Также здесь колоссальный пример силы слов. Отца на жизнь сына. Но вот такой вопрос. У меня спрашивает женщина. Хорошо, я ему простила, но он продолжает меня ранить в той же самой сфере. Постоянно. Как быть дальше? Вопрос раны это наш выбор тоже. Если я понимаю, кто я, то могут говорить совершенно другие противоположные слова, эпитеты. Но я посмотрю и скажу, что это не про меня. Но если человек не уверен в том, кто он, то стоит сказать какое-то негативное слово, и человек тут же начинает смотреть, а может это и правда так. И на самом деле я какая-то неполноценная. У нас одна девушка свидетельствовала на ночной молитве. У нее именно проблема с самооценкой. И вот как-то ее друзья не позвали в очередной раз в какую-то прогулку. И она сидит дома и говорит, ну вот какая-то я неполноценная. Опять меня кто-то не позвал, опять я осталась одна. И вот она сидит так размышляет и произнося это слово неполноценное, вдруг говорит, стоп, а что за меня полцены уплачено? Ведь Христос ты за меня целую цену оплатил. Почему я должна себя чувствовать неполноценной? И тогда она стала просто говорить, я полноценная. Иисус, ты за меня заплатил всю цену. И поэтому то, как меня видели до сих пор остальные, или как я себя видел, а это как раз вот отсюда идет проекция. Как ты себя видишь, так тебя увидят другие. И этому может быть подтверждение, очень, на мой взгляд, сильное, которое написано в книге чисел, когда идет речь о народе израильском, когда они выходили из тоже, ходили смотреть землю обетования. И в 13 главе мы видим эту картину очень ярко выраженную. Значит, когда они пошли смотреть, но Халев успокаивал их. Ну, сначала они, смотрите, что говорят. Рассказывали. Народ, живущий на земле той, силен, и города укреплены, весьма большие. И сынов Янаковых мы видели там. Амалик живет там. И, в общем, описывают саму землю. И рассказывали ему, говорили, что ходили по земле, и которую ты посылал нас, и мы, там подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. То есть они реально что-то принесли и показывают. И они говорят, да, это отличная земля. Но когда они испугались этих сынов Янаковых, то у них даже земля как-то по-другому стала смотреться, и вдруг они дальше уже говорят. Они распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами израильскими, говоря, земля, которую мы проходили для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который мы видели среди нее, люди великорослые. Ты подождите, они поедающие или великорослые? Если бы там жили те, которых поедают, то там бы они уже были все съедены. Но тут они уже, так скажем, конфликт пошел в словах, но дальше. Так видели мы и исполинов сынов Янаковых от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же мы были и в их глазах. Вот и получается, как ты себя видишь, так тебя увидят и окружающие. Если ты себя видишь саранчой, то не рассчитывай, что тебя увидят лошадью, конем таким воинским, то есть тебя увидят саранчой. Поэтому это самое основное как видишь ты себя, но есть интересный секрет. Ты себя будешь видеть так, как о тебе думает или говорит самый важный для тебя человек. Правда. Но если мы остаемся в поле человеческом, то это будет вот так. А если мы понимаем самое важное, это то, что Бог обо мне думает, то мы тогда будем туда проекцию посылать. И оттуда спрашивать, Господь, а что ты думаешь вот об этой ситуации, об этой. И Он не скажет тебе, что ты ничтожество, а Он скажет тебе, слушай, ты царская дочь, но тебе надо вот это изменить. Потому что, как говорит мать Лемуилу в книге притчи, не царям пить вино. То есть, если ты царь, то это не твое занятие. И поэтому, если ты царица, то не твое занятие сейчас ругаться на детей. У тебя есть тогда какой-то другой подход, найди его. Поспрашивай Господь, я хочу царствовать ситуации, а не проигрывать. И вот тогда, когда мы начинаем вкладывать в детей и видеть в них то сокровенное, что Бог туда вложил, и раскрывать это постепенно, то как случилось с одной мамой, ее сын молился за благословение пищи, и в это время сказал такие слова, я благодарю тебя, Господь, за этот прекрасный день, который ты нам подарил. А за окном была очень нехорошая погода. И когда сели кушать, мама говорит, сынок, а ты не перепутала, ты в окно не смотрел, какой сегодня там день? А он посмотрел на маму и говорит, мама, никогда не измеряй день по погоде. Откровение. Для мамы пришло в тот момент, да. То есть научиться слышать своих детей и понимать, что Бог через них работает. И причем даже больше, чем через взрослых подчас, потому что таковых уже есть Царство Небесное. И когда они в этом поле находятся, сейчас мне приходит на память еще одна история, связанная совсем с маленькой девочкой, у которой было, ей годика три было, а мальчик, братик только родился. И она просила, мама, ну оставьте меня с братиком. И мама переживала, ну что она там сделает с братиком, который только родился, вдруг у нее ревность проснется, еще что-то. И они все не давали. Но потом видят, как она к нему относится бережно. И в конечном итоге позволили, но сами так подглядывали за ней через щель. И смотрит, она подходит, берет его личико и говорит, братик, скажи мне, какой он? А то я забывать стала. Здорово. То есть вот эта детская душоночка, которая формировалась под руками Творца, она формируется и становится такой чуткой. И это взрослые начинают притуплять. смотрит через логику. Через логику, через запреты, вместо того, чтобы дать возможность развиваться, давать свободу. И на самом деле Господь нас никогда не осудит от того, что ты шел и где-то споткнулся. Ведь когда ребенок учится ходить, то мы не считаем, сколько раз он упал, а мы считаем, сколько шагов он сделал. Да, да. И поэтому, когда начинает идти в духовном плане, почему нам надо обязательно его вот ограничивать и говорить, что туда не ходи, это не делай, когда, наоборот, ты можешь пойти. То есть свобода выбора, она же была всегда. В Едеме начало, да, свобода выбора. А что, Господь не знал, что они прикоснутся к этому дереву? Это тоже такой вопрос. Конечно, знал. Но у него уже был готов, он через Христа все творил, потому что уже знал, что будет жертва. Это вообще колоссально. И нашему уму, наверное, невозможно это все воспринять, потому что вопрос, зачем тогда было творить человечество, ну, это уже отдельная тема, конечно. Но еще один вопрос, который, я думаю, сегодня, по большому счету, волнует. Христианство, не только в Сакраменто, я думаю, везде. Это семьи, которые рушатся, это семьи, которые разводятся, и страдают дети. Я сейчас говорю о христианских семьях, я сейчас не говорю даже людей, которые не с Богом. Я вижу это очень большой проблемой. Я... Как вы думаете, что послужило вот этому такому толчку, или... Что так по-массово люди разводятся? Я помню, когда первый раз Сакраменто, где-то, может, 10 лет, может, 12 лет назад, когда было где-нибудь, где слышно, что вот кто-то разводится в церкви. Это было... Это было... Я не знаю. Все говорили об этом. Для всех это было настолько дико и непривычно, что это случается в нашем обществе христианском. Но сейчас как-то на это даже не обращают внимания. С одной стороны, это очень печальная картина, с другой стороны, это сильный сигнал. На что надо обратить внимание? Это СОС. Если сейчас отвернуться от этого сигнала, то эта тенденция пойдет дальше. То есть это как ангел-губитель. Вот он просто идет и поражает. И этот ангел не от Бога, потому что есть написано, что и тогда злой ангел будет преследовать их. То есть есть какие-то вещи, когда открывается дверь, и чтобы дьявол не воспользовался открытой дверью, такого не бывает. И поэтому есть то, что люди стали себе позволять, но я сейчас не за то, чтобы правила усилить. Я сейчас за то, чтобы поднять человеку интерес по отношению к Богу. Вот тогда, когда этот интерес пропадает, то я уже говорила, по-моему, на конференции вот эту мысль, что есть в нас тройственная природа дух, душа и тело. И главенствующим в человеке является дух. Потом душа, которая как служанка выполняет приказы или то, что ты указания дает дух. И тело, оно уже становится, как сказать, способное достичь этого результата, потому что есть ноги, руки, голова и глаза, и уши, и так далее. То есть тело позволяет нам, как одежда, исполнить то, что дух наш получает, а душа обрабатывает. И вот тогда, когда вот эта закономерность или эта иерархия личности, она испорчена, перекрыта, дух либо не рожден свыше вообще, и эти картины я вижу в христианском мире, что меня удивляет, когда я молилась за одного человека уже при смерти, и вдруг я понимаю, а он занимал какую-то позицию в церкви, и вдруг я понимаю, что он не рожден свыше. И для меня это было так неожиданно, и я предложила человеку просто повторить молитву покаяния на смертном адре практически, после чего у него совершенно изменился взгляд, он внутренне на самом деле родился. И если есть такая тенденция, как просто человек идет по правилу, по обычаю, просто потому, что он естественным образом родился в этой семье и стал членом церкви, потому что ему надо жениться, то в таком случае данная семья уже под ударом. Потому что там нет перерождения, там нет природы и свиньи, извините, в овцу. Значит, все потребности свиньи, они поднимутся. Рано или поздно они вылезут. Либо надо перерождение. А вот тогда, когда происходит перерождение человеческого духа, когда он становится связан с небесами и кормит свой дух, тогда он будет сильным из духа. И тогда душа будет целостна. Вот интересное слово, которое мне сейчас тут открыто. «И напитаю душу священника туком, и народ мой насладится благами моими, говорит Господь. И чуть выше, и душа их будет, как напоенный водой у сад». Вот что получается. Если священник наполняется туком, то тогда научены Господом. Те люди, которые рядом. Если есть просто традиционный посыл, то он не кормит. Он ограничивает, он ставит просто рамки. И люди в этих рамках долго находиться не могут. И в конечном итоге поднимается та природа бунта, которую эти рамки начинают убирать. И все. И тогда ему все равно, он же столько лет терпел, а теперь он хочет пожить на полную катушку. Он не получал того удовольствия, которое казалось ему, что это нужно, потому что идет запрос не от духа, а от тела. Душа, еще раз повторяю, это служанка. Она получает посыл либо от плоти, либо от духа. И если плоть начинает диктовать и плоть кормить поактивней, кормить, это сейчас достаточно. Сейчас такие фильмы есть. Сейчас есть в интернете возможность выйти куда угодно. И даже на пять минут в день этого будет достаточно, чтобы заражать свой дух. Кто об этом, казалось бы, будет знать? Но твой дух будет это знать. И в конечном итоге трещина, определенная пропасть начинает возникать между мужем и женой. И сколько так человек протянет? В конечном итоге происходит вот то, что происходит. Поэтому это внутренние процессы. Это не внешняя тенденция. Это то, что внутри обнаруживается со временем. И поэтому, на мой взгляд, это очень сильный сигнал. И если душа не напоенный сад, потому что она не получает от источника, она получает только от плоти позывы, то, конечно, эта жизнь будет разрушаться. Такая семья будет разрушаться. Я думаю, что это все сводится до личных отношений с Богом. Потому что, если мы... Буква, она убивает на самом деле. Потому что, если просто читать слово как букву, очень много можно даже поранить других людей и себя также. Но я считаю, что очень сильно Бог возвращает внимание на личное взаимоотношение с Ним, чтобы мы лично искали Его. потому что у меня спрашивают такой вопрос. Мой муж Андрей, он очень много ездит. И по моих возможностях я пытаюсь ездить с ним, но когда у нас родился третий ребенок, это уже чуть меньше на длинные поездки. И у меня спрашивают, как ты можешь доверять ему? Ну, в смысле, потому что я понимаю, он человек видный, он служит, даже... Вокруг много людей и молодых людей. очень много женщин, которые очень сильно нуждаются в помощи сразу. Мы даже, когда в церкви служили, к нему подходили, ну, мы были вместе всегда, и он говорит, ну, можно с тобой встретиться, у меня есть нужда. Говорит, я тебе сейчас дам номер телефона жены, позвони, и она так же, как и я, она с тобой встретится. Конечно, они никогда не звонили мне. Не звонили? Не звонили, да. Ну, это нормально, я ничего не говорю. сейчас не об этом. Он всегда окружен людьми, он ездит, другие пастыря спрашивают, вот ты сам ездишь, например. Он старается всегда брать человека с собой, с командой, или более, чем только одного человека, чтобы всегда был кто-то при нем, потому что иногда в гостинице останавливается сам, и разные у людей могут быть вопросы. Ну, вот вопрос, как ты ему доверяешь? Почему ты же не знаешь, такие большие мужи Божьи падают? Они грешат, сейчас даже мы видим большие проповедники, большие люди, которые на самом деле падают. Вот, как ты доверяешь своему мужу? Вы знаете, я задумалась, и я дала лично для себя такой ответ. Я знаю, что перед тем, как он ранит меня в любой сфере, он должен ранить Бога, потому что я вижу его взаимоотношения с Богом, не только, когда он на сцене, я вижу его дома. И вот, как только я увижу слабинку там, я буду знать, что мне нужно обратить... Активизироваться. Да, обратить на это внимание. Поэтому для меня не... Для меня самое большое, что... Самый большой показатель это его личные взаимоотношения с Богом. Если я увижу, что там что-то теряется, или он уже не так сильно, или не так часто, или не так долго проводит время с Богом, со словом, в молитве, для меня вот это будет сигнал. Не то, что там уже что-то я увижу или услышу, но именно это. Поэтому, я думаю, если не обращается внимание на личное взаимоотношение с Богом, то это уже все остальное, это уже результат. Это последствия. Да. И очень часто люди бросают все свои силы на последствия. А надо убрать причину. Надо убрать корень, как в любом растении, которое мы хотим вытащить. Не надо снимать верхушки. Даже не надо срывать под корень, надо вместе с корнем. И вот в этом смысле, конечно, если я сказала о рождении свыше, то это то, что точкой отчета является для выстраивания потом взаимоотношений. И если мы посмотрим послание к Ефесской церкви в Откровении, то там как раз ты для меня много трудился. Господь указывает, что это само по себе деятельность и труд. Это не показатель. Но говорит, ты оставил первую любовь. Хорошо, когда есть первая любовь и труд. Это идеально. Но когда нет первой любви, а есть только труд, то там уже будет тот формат, в котором Господь может стоять за кадром. Я думаю, что очень мощно эта картина представлена уже в Владикийской церкви. Когда вдруг Иисус оказался стоящий за дверью. это же послание к церкви. Да, это страшно. Это страшно. И он стоит и стучит. В церковь стучит. А это наше время. Поэтому здесь не стоит просто жить в иллюзиях, то в церковь, в которую я хожу, там все отлично. Или я с моей жизнью все отлично. Вместо того, чтобы сказать, как это говорил Давид, Господи, то испытай меня. Ты испытай, зри, не на опасном ли я пути, что со мной происходит. Взвесь меня и дай мне пережить это взвешивание, чтобы посмотреть, а что ты сейчас со мной делаешь. И вот такой вот момент теста в разговоре с Богом, но для этого, да, надо время. И, как правило, я слышу сегодня, то не хватает на это время, то еще, да вот когда-то, да, читаю, когда-то там что-то смотрю. А на самом деле это самое основное, что сейчас необходимо для себя поставить. Потому что срочные и важные дела это то, что сейчас идет война между этими явлениями. Важные дела часто съедаются срочными и так не доходят до действий конкретных в важных делах. Потому что срочное одно за другим наскакивает, и человек не успевает как от мух вот с этими срочными делами жонглирует. Но для каждого человека, который понимает, что мы же сейчас живем в период перед взятием церкви, то я думаю, это очень серьезный поинт, который стоит рассматривать. Я думаю, что время это показатель любви. Потому что если мы на самом деле любим Бога, мы будем инвестировать в эти отношения время. Если я говорю, что я люблю мужа, например, я с ним провожу время, и не только пять минут в день пришла ему, отчиталась и ушла, потому что не будут наши отношения выстраиваться. И я думаю, что за время идет война. За наше время идет война. Я говорю лично по себе и также все мы живем во время занятости. Кажется, у нас есть и телефоны, и машины, все, чтобы улучшить нашу жизнь. И стиральные машины, и мокровей, и микроволновые печи. Все для того, чтобы наша жизнь была намного комфортней и намного все быстрее делалась. Но на самом деле оно просто разрывает тебя. Кажется, телефон в руке, не надо уже ехать куда-то или добираться автобусом, или письмо писать, чтобы кому-то что-то сказать. Ты можешь просто набрать и позвонить. Да, это на самом деле цивилизация, которая стала работать против нас. Да, это так. Но время, это куда мы инвестируем наше время? Хорошо, Наталья, я думаю, что мы уже должны какой-то делать определенный вывод, и мы вернемся все-таки к понятию конференции. Какое ожидание в будущем для служения, вот как раз мы говорим о призвании женщин, вы можете сегодня предложить или для себя, или для женщин, какое разнообразие? Есть ли сегодня уже какой-то список разнообразных служений для женщин в вашем восприятии? Ну, конечно, именно в нашей церкви. В церкви, в обществе здесь, потому что вы соприкасаетесь с разными церквями. Да, я думаю, что женщина, как и в мире, так и в церкви, они имеют больше уже полномочий. Если женщина даже взять на работе, может занимать любую позицию, как и мужчина, так же и в церкви. Есть женское служение, есть служение, молитвенное служение, есть служение слова, есть пение, есть ашерское служение, есть даже не знаю, много. Я думаю, что все, что делает мужчина, побольше, как бы, даже попытаюсь сказать, может и делать женщину. Так что есть возможности и много, если бы было желание. А желание есть, исходя из того, что люди ищут призвание? Да, есть, есть, мнение общества, есть мнение, а что мне скажут люди, примут ли меня люди, потому что я женщина, или мне нужно быть здесь тихо и ничего не говорить. Как бы, это очень, общество имеет колоссальное влияние, колоссальное влияние, в каком-то обществе общаешься, в каком-то обществе находишься. и это тяжело, это тяжело. Даже если ты уже видишь там, где Бог хочет, чтобы ты была. Я считаю, что это нужно сделать решение и пожертвовать очень многим, чтобы дойти туда, где Бог тебя видит. Но оно стоит того. Это стоит того, потому что в конце мы не будем давать отчет ни за что. Будем давать отчет за то, что Бог доверил лично для нас. Поэтому даже по конференции я верю, что это толчок. Это толчок для женщин увидеть себя немного шире, увидеть себя так, как Бог смотрит на нас и увидеть, что на самом деле Бог имеет дело для нас. Что бы вы пожелали для женщин Сакрамента? Я знаю, что нас смотрит не только Сакрамента и не только Америка. Что бы вы пожелали для женщин? Какое бы слово оставили для женщин? Ваши пожелания, как вы уже я думаю, Бог еще имеет больше для вас, но вы уже состоялись в своем служении. Что бы вы пожелали для женщин, которые начинают делать какие-то первые шаги? Уважаемая женщина, конечно же, я хотела бы прежде всего вам сказать, что вы очень любимы, любимы Богом, любимы тем, кто сотворил каждую из нас. И он вложил такую четкость и нежность, он вложил и силу одновременно. А значит, у него на самом деле есть высокое призвание, и никто из вас, никто из нас не рожден без цели. Наша жизнь имеет колоссальную цель. И она может состояться только тогда, когда мы соглашаемся с Божьим планом о нас. Мнение людей, оно будет всегда разным. Если на него ориентироваться, то вы останетесь там, где эти люди находятся. хотите ли вы оказываться в той среде, которая вас судит, взвешивает, либо вам хочется все-таки чего-то высокого. И я верю, что хочется, потому что оно вложено Богом в дух, а наш дух первичен, и значит, он постоянно дает о себе знать. Поэтому, то, что я вам могу предложить сегодня, это прежде всего посмотреть, кем и как вы себя видите. Если вы видите себя взглядом неба, то вы не останетесь там, где вы есть. А если вы еще пока не видите себя такими, разберитесь с ложью. Ложь она удержала очень многих. Отец лжи, он очень много ткал этой паутиной вокруг вашей жизни. Поэтому, разберитесь с этой паутиной. Как вы понимаете, вы легко можете в физическом мире паутину разорвать. Это даже не канаты. Это даже не цепи. И поэтому, паутина, которая внешне вам кажется канатом, но если вы двинетесь, она легко будет разорвана. Поэтому, главное, примите внутри себя решение не остаться больше в этой паутине пойманной. И начните двигаться, потому что вы предназначены к высокому полету. И задайте Богу вопрос, Господь, а что я сейчас уже могу сделать? Еще раз повторяю, начните с того, как видит вас Бог. Потому что это займет время. Это займет возможность, может быть, встретиться с болью, с той, которая накопилась в сердце. А почему же меня так не видели другие? А почему же меня унижал муж? А почему же мне не дали двигаться на работе, по карьерной лестнице? Или дети меня сейчас не уважают? Масса может быть у вас оправданий в той позиции, в которой вы находитесь. Но это следствие. Это следствие того, что внутри вас так и не проснулся тот позыв неба, который Бог уже давно заложил и прописал. Но если вы его пробудете, если вы сможете сейчас доверять Божьему Слову, который о вас говорит, о нас говорит, как о каждом человеке, о Христе Иисусе, нет ни мужского, ни женского пола. Почему я так могу уверенно это заявлять? Не только потому, что сказал апостол Павел, а потому что Дух в нас вошел от Бога первоначально, как в мужчину, так и в женщину. Дух этот не разный, а один. И поэтому мы можем соединяться с вот этой единственной для нас родной природой, это Божьего сердца и его дыхание. И вот в этом смысле мы идентичны с Богом. А значит, у нас есть та природа, которую Он хочет через нас реализовать. И соответственно, когда вы поработаете с самооценкой, когда вы увидите или услышите, что Бог думает о вас, когда вы начнете выписывать священное писание, конкретные тексты, что Бог говорит о вас, это начнет вас делать сильными. После чего вы станете способными уже что-то делать и предлагать людям свои услуги. Пусть это не будет сразу сцена, пусть, может быть, она никогда для вас не будет. Это не есть цель. Цель есть войти в свое призвание как живой организм, в которой есть клетка работающая, клетка или система органов. То есть, кем бы мы ни являлись внутри организма, нам надо быть живыми. А раз живыми, то значит проточными. Ты что-то берешь от кого-то и ты отдаешь кому-то. И поэтому, если пока ты не научился принимать, ты не сможешь отдавать, но если ты принял и удержал, то это тебя будет разрушать. Я хочу сейчас зачитать некоторые фрагменты того, что я получала от Бога на два таких понятия, как счастье и призвание. Что это такое? Я просто записала эту информацию, и поэтому я хочу сейчас ее несколькими фразами для вас озвучить. Потому как внутри вас есть это призвание, внутри вас есть потребность к счастью и важно понять, что же Бог об этом думает. Я не говорю, что это истина в последней инстанции, я просто говорю, те размышления, в которые мой дух вкладывал Господь, я их записала. Но я верю, что то, когда мы это делали, мы были с командой. И команда, каждый член команды записывал то, что он слышал. И когда мы создали такую общую картину, она была прекрасной картиной, на самом деле написанной как шедевр Божий. Поэтому я прочитаю только один пазл, и то не до конца. Что же такое счастье? Это гармония с небом и с собой. Счастье – это внутренняя категория. И есть подлинная картина счастья, когда изнутри выходит наружу. Люди пытаются воссоздать картину счастья, начиная с внешнего, что им кажется наиболее простым. Но на это тогда уходят все силы и внутренние ценности, растрачиваются на внешнюю форму, так как это делают без меня и нарушают мои законы и ценности и готовы идти по головам и личностям. Но это путь в противоположную сторону, а не к счастью. Как царство мое уже на земле, так и ад начинается на земле. Часто он одет золото и красивые одежды. Внешне мои благословения также могут выглядеть, только я иду изнутри наружу. Работаю тщательно с внутренним миром и глубоко провожу через исцеление, так как мое царство и счастье неразрывны. А царство мое – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Я легко прикладываю остальное, но долго работаю с главным, объединяя однородное и единое по ценностям. То есть это то, что касается счастья. И что же делает человека счастливым? Подлинное счастье только в моем присутствии. Все, что отвлекает от меня, только родит счастье и удовлетворение. А что мешает почувствовать себя счастливой? Только ложь, которая меняет акценты. Личную ответственность меняет на проблему, которую изменить не можешь и увеличивает через это страдания. Может ли человек изменить то, о чем беспокоится и чему дает обокрасть или забрать счастье? Обман в том, что счастье еще придет. Если ты не можешь пережить счастье в данный момент времени, то ты его не сможешь догнать и потом. Иногда и при смехе болит сердце, раны могут затягиваться, можно задвинуть боль, но секрет счастья в том, чтобы не бояться встретиться с болью лицом к лицу и разобраться с ней до конца. Это начало счастья. Друзья мои, это то, о чем мы сейчас говорили. То есть, если вы сможете признаться себе, что у вас есть какой-то вопрос, вопрос детства, вопрос непрощения, вопрос заниженной самооценки, скажите, да, это есть мои жизни, то Господь готов вывести из этой темницы, из этого тумана, из этого мрака, потому что он есть солнце правды и в его лучах исцеление. И сегодняшняя программа, она для вас, чтобы вы поняли арена жизни, пока была не занята и вам стоит на нее выйти. Стоит заявить о том, что вы больше не будете жить в полуподвале, в подвале, на чердаках, а будете выходить открыто, потому что Господь говорит, выйди, возлюбленная моя, покажи мне лицо твое, о ком это говорится в книге «Песни песней». Это именно о той, которая многие годы могла скрываться, но сегодня время пришло, ибо время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. И сегодня Господь отдает приказ, и множество женщин разнесет его послание. Это, знаете, это несколько новое, новый перевод известного псалма «Господь даст слова, провозвестниц великое множество». 67-й псалом. И поэтому то, что говорит сегодня Господь, это приказ. Приказ для женщин больше не сидеть на заднем ряду. Я сейчас говорю чисто фигурально, то есть не именно, что вы все должны выйти на первый ряд церкви. Я говорю, в своем мышлении, в своем сердце, в своем восприятии, в обществе, на очень много работы. Дети, которые сегодня оказываются за кадром, либо молодые люди, которые не могут состояться, потому что им не хватило того присутствия, может быть, заботы, нежности, потому что были ранены, потому что не хватало так же времени на главное. Но если бы знали женщины, что мы сегодня являемся проводниками или прообразом действия Святого Духа, потому что если отец, он искажает взгляд на Отца Небесного, то мама, она может исказить взгляд на действия Духа Святого, которому не до нас, который не будет отвечать, потому что уже мама устала. И есть в семье вот эти важные составляющие, которые проекцию переводят на духовный мир. И поэтому Дух Святой для нас сегодня является важным для каждого и для женщины особенно понять, что я могу привести своих детей к воздействию Духа Святого от того, что окажу им вовремя заботу, внимание, любовь и терпение. И Дух Святой имеет такие функции, как вдохновлять, поддерживать и вести. Наталья, у нас осталось две минуты. Ты можешь тоже попрощаться с телезрителями. Спасибо за участие в программе. Также спасибо вам. Присоединяйся, не знаю, можно ли еще что-то добавить к вашим словам, но присоединяйся я хотела бы пожелать, чтобы каждая женщина здесь, в нашем городе и также везде, кто будет слышать или видеть нашу программу, они начали смотреть на себя по-другому, смотреть на себя так, как смотрит Бог и искать Его и одобрение от Него, потому что я знаю, что от Него исходит сила, сила побеждать в семейных каких-то конфликтах, сила побеждать над собой, надлению, чтобы подниматься раньше и искать Бога прежде всего. Написано, что прежде всего мы должны искать Царствие Божье, а все остальное оно приложится. Мы не будем его искать где-то, или оно будет просто прилагаться, мы просто будем идти, оно будет прилагаться. Поэтому самое главное, чтобы мы искали Его, чтобы Он показал нам, где Он видит нас, чтобы это не было от человека или от кого-то извне, но чтобы это Он вложил в наш дух. Что Бог хочет от меня на это время в моей семье, там, где я нахожусь, как я могу повлиять на это общество, как я могу явить Христа там, где я есть. Может быть, у меня нет большого влияния, но я знаю, мы должны быть солью и светом там, где мы находимся, в любых обстоятельствах, даже если это трудные обстоятельства, даже это очень трудные обстоятельства, но они не должны влиять на наш внутренний мир. На наш внутренний мир должен влиять только Иисус, и там должен царить совершенный мир. Благословляю вас, люблю, спасибо за то, что вы были с нами, спасибо большое за то, что вы посетили наш такой огромный, хороший город Сакраменто. Спасибо. И ждём ещё дальнейших встреч. Спасибо, Наталья. Но сейчас в завершении я хочу каждого из вас благословить, благословить шаломом, благословить Божьим присутствием, Божьими откровениями, Духом, который связан с небесами. Если вы желаете поддерживать это служение, которое вы видите или принимаете с экранов телевизора, то есть возможность и необходимость, чтобы вы, когда будете посылать на импакт какое-то пожертвование, могли дописать, что вы поддерживаете служение и то, которое я осуществляю в этом городе, оно важно для нас, важно для вас, и мы рады этому сотрудничеству. Поэтому я хочу еще раз сказать спасибо всем, кому дает Господь право служить. Я это делаю с радостью, я это делаю с пониманием того, что Господь на троне. И на троне вашего сердца пусть он вас сядет. Поэтому радуйтесь о Господе. И тогда все вопросы, связанные с вашими детьми, потому что он говорит, есть награда за труды твои, есть награда. То есть не остановись и не ослабевай. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.